Привет! В этом ролике продолжаю с рассказом своего мнения по поводу передачи Познера и Урганта «Их Италия». Особенно буду говорить в этом ролике о второй серии, о Венеции. Вот мне кажется, что они молодцы, они показывали очень интересные, типичные моменты и вещи Венеции. Например, гондолы. Гондолы — неправильное здесь ударение. Вот по-русски называются, наверное, гондолы, но мы их называем гондули. Во-первых, гондули, а не гондули, потому что множественное число, просто другое. И одна — это гондула. Вот так вот мы говорим в Италии. И очень правильно Познер сказал, когда говорит, ой, у гондолов безумные цены. Он всё время подчёркивает этот вопрос, что Венеция — город туристов. И вот настоящие венецианцы жалуются об этом, говорят. Это правда, есть проблема в Венеции о том, что там почти только туристов. Но из-за этого я советую посетить Венецию в ноябре. Там действительно я была именно в ноябре, недавно, 4 года назад, если хорошо помню. Во-первых, это сезон, когда есть определённые цвета города. Город покрыт ностальгией, как будто бы есть вот эта печаль, да, можно вот с этими ноябрьскими цветами воды и неба. Меня вообще поразило до слёз, как в Венеции красиво именно в ноябре, когда туристов всё-таки меньше. Ещё правильно сказали в передаче, что венецианцы исчезают, да, то есть их всё становится меньше и меньше. Эта проблема есть тоже в городе Милан. То есть настоящих миланцев очень мало, потому что у нас бывают люди из всего мира, и особенно из всей Италии. То есть приезжают к нам, чтобы работать, потому что у нас Милан — это город работы, как у вас Москва, да, город бизнеса. И получается так, что трудно найти настоящих миланцев, которые родились в Милане, у которых родители из Милана. Я сама являюсь именно этим исключением, потому что я родилась в Милане, и также мои родители родились в Милане. А вот если мы говорим о том поколении, то есть о моей бабушке или дедушке, то уже с одной стороны они из региона Пьемонте происходят, а с другой стороны, то есть с папиной стороны, они именно происходят из Милана. Поэтому это редкость. Что мне особо понравилось в передаче Познера и Органта, что они называли эту серию «Жить и умереть в Венеции». Есть такая поговорка, есть такой стереотип, но это очень правильно, это верно. То есть правда, что в городе Венеции многие хотели бы умереть, но не хотели бы жить. Почему? Потому что действительно там очень неудобно. Я была там несколько раз, и один раз я была там прямо в квартире моего друга, который прогрессил меня с несколькими друзьями, и это было много лет назад, и там мы прямо жили неделю. И там очень неудобные ребята, потому что действительно всё нужно сделать пешком. И это понятно, это приятно, когда ты турист. А когда ты живёшь там, ты привлекаешься к этой красоте. И это, во-первых, нехорошо, потому что я считаю, что к красоте не надо привлекаться, иначе мы будем неспособны оценить её. И, во-вторых, например, допустим, у тебя есть рабочая встреча или встреча с друзьями, но совсем в другой стороне города тебе приходится всё-таки пешком пойти, и это, наверное, даже ходить часть. И ещё есть большая проблема с водой, потому что когда есть высокая вода, тут действительно вообще ходить даже нельзя. И при высокой воде, то есть вода даже наносит ущерб домам, зданиям. Это очень-очень неудобно и очень сложно. Но многие хотят быть похоронены в Венеции. Я тоже в моей песне об этом именно и сказала. Я спела именно вот такую фразу в окончании моей песни, посвящённой Венеции. Говорю, не многие хотят там жить, но многие хотят в ней умереть. Потому что, правда, в Венеции есть нечто чудесное, волшебное. Особенно мне понравилась книга Бродского. Книга называется... На английском была она написана, и называется «Watermark». И она была переведена на русский язык, и называется «Набережная неисцелимых». Эта книга — одна из самых красивых книг, которые я читала в своей жизни. Там Бродский действительно чудесно описал Венецию. И просто очень видна его любовь к этому городу. Книга написана как эссе, да, в форме эссе. То есть это не стихотворение, но они звучат как стихотворение. Это безумно красиво. И я взяла вдохновение для моей песни именно от этой книги. Поэтому всем советую, во-первых, посетить наш город Венеции. А потом обязательно прочитать эту книгу Бродского. Мне было жаль, что в передаче Познера и Органта не показывали настоящие места Венеции, местички хорошие. И, наверное, нельзя просто иметь полное представление красоты такого города, просто смотря на этот сериал. Это, я думаю, у них было просто такое решение. То есть они решили просто показать, например, по темам. Тема Секлодува, известного города Мурано, тема Гондули. Мы еще обсудили тему Казанова. Ну, то есть они по темам разделили все. А вот общее представление красоты города, мне кажется, не было. Ну, это их выбор. То есть я понимаю, что все показать нельзя. Но я очень советую вам послушать мою песню в Венеции, потому что я там делала буквально несколько фотографий нормальным фотоаппаратом айфона. То есть ничего особенного нет. Но там, мне кажется, более показана красота именно города. Достоевский говорит, мир спасет красота. Я считаю, что это правильно. И вот особенно, что я советую посмотреть, если у вас будет возможность посетить Венецию. Есть одна церковь, которая не очень известная. Я узнала о ней благодаря моей подруге, которая именно занимается критикой искусства. Она мне показывала эту церковь. Называется Церковь Сан Панталон. Находится в районе Дорсудуру. Дорсудуру нецелимых, то есть такого уже нет. Но есть вот специальная плита, посвященная Обродскому. И там с другой стороны каналов можно увидеть старую больницу, которая сейчас не является больше больницей, но все-таки есть. Именно в этом районе Дорсудуру находится эта замечательная церковь. С внешней стороны церковь такая, хорошая, но ничего такого. А внутри вы просто обязательно войдите вовнутрь ее. Вы просто поднимите голову, и вы увидите нечто замечательное, нечто сказочное. Там есть потолочная роспись одного художника. Его зовут Антонио Фумиани. Она называется «Мученичество и воснесение святого Пантелеймона». Я сейчас показываю фотографию. Фотографию можно тоже найти в моем ролике «Песня Венеция». Я вам что хочу сказать, что, наверное, вы смотрели, или все-таки на фотографию смотрели, на капелла Систина Михеланджело. Это замечательно, да, всем известно. Наверное, это самое известное, скажем так, произведение, живопись во всем мире. Но вот эта потолочная роспись в Фумиани не меньше красивая, потому что там цвета совсем другие, они более темные, они более драматичные. То есть вот если мы смотрим на Михеланджело, то есть у него есть представление именно рая, то есть именно небо. Вот здесь вот совсем другое. Все моменты жизни святого Пантелеймона показаны очень торжественным образом. И вот действительно передаёт ощущение чего-то духовного, чего-то красивого безумного, ну и даже вот которого ты немножко боишься, да. Чего-то трансцендентного. Вот простите, мне сложно эти слова произнести по-русски. А давайте сейчас о более лёгкой теме. Что мне ещё хочется добавить по поводу передачи Органта и Познера. Жалко, что они не пробовали очень типичную венецианскую традицию. Это аперитиво с так называемыми чикетти. Они типа брускетта, они как, скажем так, закуски, но они поменьше, да, вот маленькие кусочки хлеба с разными соусами наверху, с разными венецианскими деликатесами, скажем так, которые люди обычно кушают около 7 часов вечера, как во время так называемого аперитиво. И в Венеции при хорошей погоде это обязательно нужно сделать, надо попробовать. Я очень советую. И вот эти вот чикетти с чем пить? Обязательно с венецианским пруссекко. Это бокал белого типичного газированного вина. Или можно ещё заказывать наш знаменитый аперитив, называется спритц. Очень тоже модный и популярный. Все не сидят, а просто вот стоят на улице. Или то где-то сидят где-нибудь, где, возможно, просто при закате есть неповторимый вид. Замечательные, незабываемые отражения солнца на воде. Ну всё, ребята, спасибо. Я надеюсь, что моё видео было вам интересно. Посещайте Италию, как только будет возможно. Дай бог, этот коронавирус закончится скоро. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин